Приветствую вас. Я полагаю, что ключевой момент в данном вопросе это то, что мужчине 37 лет, то есть возраст уже такой, ну, довольно серьезный, да, человек в этом возрасте, он обычно уже находит как-то свое место в жизни, вот. Человек как-то уже старается устроиться, старается обзавестись семьей, вот, жильем отдельным, да, то есть тут вот момент такой, что, как я понял, не очень, не очень понятно, где мужчина жил до знакомства. Ладно. Ого. Смотрите, если бы он не согласился бы с вами, ну, то есть если бы он не согласился бы работать, да, например, если бы он, ну, не был бы готов работать, если бы он, например, как-то там отмашивался, да, как-то там показывал свою и свою неготовность к этому шашу, вот. Да, можно было бы говорить о том, что человек вас просто использовал. Можно было бы это так сказать. Но здесь, на мой взгляд, ситуация такая, что мужчина, он настроен, настроен серьезно на отношения с вами, именно на отношения с вами. Но при этом на отношения с вами я вот боюсь далеко не такие, какими может быть вы их себе представляете, да. То есть непонятно, любите ли вы друг друга, непонятно, какие у вас отношения, да, то есть, ну, есть ли там чувства у вас, есть ли, нет ли чувств. То есть, вот этот момент, он, ну, такой, довольно неятный. Вот. Соответственно, если чувств нет, да, есть какое-то вот такое, знаете, ну, может быть, удобство, что ли, может быть, понимание того, что... Все хорошо, что вам удобно и что вы можете друг другу быть, ну, например, полезными, допустим. Вот если такая история имеет, имеет место быть, я полагаю, что ни о каких чувствах речь не идет. Вот. Вот. То есть, мужчине с вами удобно, он с вами будет какое-то время. А вот, если ему удобно перестанет с вами быть, то, соответственно, он будет вас, ну, я не скажу прямо, что бросит, да, сразу прямо бросит. Этого не скажу, что именно бросит. Но, очевидно, что будет как-то вот свою линию гнуть. Вот. То есть, просто здесь нужно проявить осторожность, внимательность, не спешить, не торопиться, да. А пока мужчина ничего плохого не делает, да. То есть, он приводит впечатление от такого немного потерянного человека, вот. Вот. Он приводит впечатление именно от такого вот, ну, лишенного каких-то ориентиров, чисто внешних ориентиров. Вот. И, соответственно, именно по этой причине я предлагаю вам сейчас не торопиться. отображать сами для себя возможную вред вам, да. То есть, вот. Какое поведение для вас неприемлемо, допустим. Ну, вот, в принципе, вы уже, вы уже довольно наглядно так показали, да, мужчине, что вот вам не нравится там, например, когда он просит у вас деньги, да. Да. Ну, допустим. Допустим. Вот. Адекватная эта модель. Да, вполне. Вполне нормальная, адекватная модель. Вот. Мне понравилось, показали, все. Как бы, если хочет чего-то, да, если что-то нужное ему, ну, соответственно, либо делает сам, либо... уходит от вас, да, то есть вы для него в этом плане делать ничего не будете. Опять же. Правильная ли эта позиция? Да, вполне. Вполне. Это вполне нормальная, адекватная, верная позиция. Вот. Ее надо придерживать так, как вы это делаете сейчас. Ну, понятно, что вряд ли мужчина вас влюбился. Я надеюсь, что вы не считаете так, что он влюбился в вас. Именно. То есть любовь здесь, ну, на мой взгляд, если и есть, то она играет далеко не первую роль. Это любовь. Ну, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, так, на мой взгляд, так. Далеко не первую роль играет любовь. Устанавливайте себе, как я сказал, границы и действуйте в рамках этих границ. Это, пожалуй, единственное, единственное, что вы можете сделать. Ну, адекватно, по крайней мере, сделать. Потому что все остальное, знаете, вот если анализировать, да, вот пытаться понять. Ну, знаете, мы можем проанализировать вас. Можем вот сказать, да, допустим, что вы сами там склонны занимать позицию такую вот, больше, наверное, материнскую, да, такую родительскую позицию у вас. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Да, больше родительской позиции у вас. И, соответственно, из этого вытекает, что мужчины, если они с вами будут, ну, какие-то мужчины, да, я не говорю, там, мужчины, именно, ну, именно, вот, про кого-то конкретно. Да, я говорю просто про любого мужчину, говорю. Он будет находиться в позиции, значит, какой, да? Он будет находиться в позиции ребенка. То есть вы будете находиться в позиции родителя, да, и будете в позиции ведущего находиться. Вот. А мужчина будет находиться, соответственно, в позиции ведомого и в позиции ребенка. Вот. Хочется вам этого или нет, да? Желаете ли вы этого или нет? Это уже вопрос, как бы, к вам, да? То есть вы занимаетесь, лидирующей же роль по отношению к мужчине, то, очевидно, что мужчина будет занимать, ну, скорее всего, такую же роль по отношению к вам, да? То есть роль ребенка. Вот. Если вам это не нравится, если вас это не устраивает, то, соответственно, я полагаю, что нужно что-то менять, да? То есть, ну, менять свое отношение. То есть не надо мужчине, там, искать работу, например. Вот. То есть брат ему, как бы, сказать, дорогой, ну, ты чего? Серьезно, как бы, что ли, да? У меня деньги будешь просить, там, грубо говоря. Вот. Как бы, так вот, обрет на него, да? Немножечко обесценивающих. Вот. То есть, как бы, у меня нет денег. Говорите вы, вы ему. Вот. А вы ему, вы ему помогаете. Это плохо. Ну, как плохо. С точки зрения здоровых отношений. Это плохо. Потому что здоровые отношения, они предполагают все-таки именно, ну, либо партнерство, да, либо, соответственно, органичное замещение обоими партнерами в отношении своих мест. Вот. У вас это есть? Вам комфортно в своем поведении? Вам комфортно в своем, в своей позиции? Если комфортно, то никаких проблем нет. Будьте, будьте для мужчины родителем, будьте для мужчины спасителем, ну, кем угодно. Вот. Будете ли вы чувствовать себя защищенной тогда в таком случае? Вот это большой вопрос уже. Потому что защищенной женщина себя чувствовать не может, если она является ведущей. 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 Ну, это уже, сами понимаете, в общем-то, ваш выбор. То есть вы сами здесь вольны выбираться. Вы сами здесь вольны решать. Я полагаю, что было бы неправильно, да, как-то говорить, что нужно, а что нельзя. Допустим. Значит, открыть вам глаза, пишите вы. А в чем, собственно, проблема сейчас? Вы можете сказать, ну, проблема в том, что у меня мужчина, да, который непонятно зачем спешит с браком, хочет знакомиться с родителем. Как бы, отвезти хочет, сука, к своим. Да, вот такая проблема. Вот. Вот такая. Ну, а для чего он хочет? Ну, вы поймите. Вы поймите. Вы поймите. такую вещь, что мужчина может хотеть вообще чего угодно. Я вам говорю, это абсолютно серьезно. Вот чего угодно может мужчина хотеть вообще. вас это, вот в норме, в норме, да, в норме, вас это вообще не касается. Никак. Почему? А, потому что у вас свои интересы. И кроме вас, о ваших интересах никто не позаботится. Понимаете? Какой момент неприятный. Поэтому здесь ситуация простая. Либо вы защищаете свои интересы, либо вы защищаете, либо вы действуете в ущерб своим интересам. Ради интересов мужчин. Вот. Ну, как правило, так происходит, значит, каждый раз, когда, например, есть мотив. Есть мотив у человеческого человека, ну, например, в данном случае у вас есть мотив находиться этим вот мужчинам. Мотив этот, он ваш собственный и к самому мужчине, да, отношений никакого не имеет. Вот это нужно очень хорошо понимать. И разделять, что самое главное, разделять одно и другое. Отделять одно от другого. Понимаете? А в противном случае, в противном случае, ситуация будет довольно печально. потому что вас будут использовать, вас будут принесать, обесценивать и в конечном итоге, в конечном итоге, вполне вероятно, что вы сами себя начнете объяснивать. Но если вам этого не хочется, лучше не стоит. Если же вам комфортно, а самое главное, если вы хотите проверить своего мужчину, да, то есть какой он, насколько он честен, например, по отношению к вам, насколько он искренен, да. То есть его бы вот назвать Альфонсом, так-то нельзя, вроде зарабатывает, да. Ну, сейчас, сейчас, вроде зарабатывает, да. То есть, ну никак, никак, вот никак Альфонсом не назовешь человека. Вот бы и хотелось бы, да, а не назовешь бы больше. Ну, естественно, надо просто проверять. Проверять человека, смотреть на то, как он себя ведет. И только, вот, что-то не понравилось, да, ну, сразу раз и все, как бы, дорогой. Пока. Вот, это вот правильно, правильная позиция будет. Дальше. Что мне не понравилось в вашем тексте, то, что, вот вы пишите, я сама не знаю, как-то за неделю он с вами приехал ко мне. Вот это вот, честно скажу, очень плохой знак. Потому что, ну, что значит, я не знаю, вы хотели этого, чтобы он приехал или нет? То есть, все-таки, ну, возьмите ответственность за себя в этой ситуации. Возьмите. Потому что, а кому еще хоть еще? Если что-то произошло, то произошло это почему? Из-за чего? Понимаете? Ну, а так будет вам просто потом хуже самой. То есть, вы себя можете винить за то, что сделали что-то неправильное, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Понимаете? Вот от этого лучше бы отказаться. То есть, если вы что-то делаете, если вы что-то хотите, если вы чего-то хотите, то пусть это будет. Пусть это будет. Пусть это будет. Пусть это к вам. А? То есть, он переехал к вам, к мужчинам, не потому что вы не знали, а потому что вам хотелось. Ну, например, вот, например, вам хотелось, чтобы он приехал к вам. Ну и ладно. И ладно. В этом нет ничего плохого. Главное, еще раз повторяю, чтобы это все было по вашей, как бы, инициативе. Чтобы это не было в обход вас. Понимаете? Вот. Вот это, пожалуй, самое главное. Это, пожалуй, вот то, что я вам хотел сказать. В остальном, открывать глаза не нужно, потому что по мотивам мужчины могут быть равны. И можно только сказать, что человек будет преследовать свои цели, да, вот, и скорее всего он будет это делать до тех пор, пока ему это выгодно. Вот. Поэтому будете на готове, будете на чеку, он может вас знакомить со всеми, с кем угодно. Не позволяйте этому как-то вас, ну, усыпить вашу бдительность, скажем так. Вот. Не позволяйте. Не позволяйте этому обмануть вас. То есть, может быть, там и есть какой-то хороший мотив, но вы совершенно правы. Вот. Когда говорите о том, что, ну, как бы, это очень быстро происходит. То есть, куда? Куда так? Пишите. Пишите. Вот. Понимаете? Это правильно. Это правильно. Это правильно. Правильно. И опасаться этого можно и нужно даже. Потому что, действительно, неизвестно, что там дальше за этим стоит. Отталкивать мужчину сейчас вроде бы не за что. А он вроде бы хорошо себя с вами ведет. Пусть ведет так. Пусть ведет так. Тебя дальше. Главное, чтобы вам это нравилось. А там будет видно. Но не расслаблять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ага. Желаю вам всего самого доброго и удачи.